Спасибо большое. Мне очень приятно, что два клуба наконец-таки встретились, пусть и онлайн, и я считаю, что это увеличит наши возможности к реализации совместных инициатив дальнейших. И пару слов про PR-клуб. Это сообщество коммуникаторов, где мы обмениваемся профессиональными знаниями. И сегодня мы, как и многие, перешли в онлайн общение, в первую очередь для того, чтобы поделиться мнением, поделиться своими решениями и чтобы поддержать друг друга, рассказать про внутренние коммуникации, которые сегодня происходят и которые очень важны для каждой компании. И очень приятно, что команда PR-клуба приняла наши предложения и готова поделиться своим опытом. Спасибо огромное, коллеги. И в первую очередь хотелось бы узнать, какие решения были приняты, внутренние, внешние решения, как меняется сегодня повестка дня в PR-клубе, какой у вас горизонт планирования и что происходит с потреблением контента в условиях пандемии. Я так кратко очертила то, что мы ожидаем, чтобы вы поделились нами вашим опытом. Спасибо, Наталья, тебе слово. Ирина, большое спасибо. Действительно, мы очень рады, что удалось наконец соединить пресс-клуб и PR-клуб. И прежде чем я передам слово главному спикеру, который ответит на ряд твоих вопросов, я, наверное, представлю тех, кто присутствует. Юлия Слуцкая, основатель пресс-клуба. Алла Шарко, программный директор пресс-клуба. Сергей Якупов, программный директор Академии пресс-клуба. Алина Крушинская, PR-менеджер Академии. Ну и я, Наталья Контеевская, координатор проектов пресс-клуба. Юлия, вам слово. Здравствуйте, спасибо, Ирина. Спасибо за эту идею. Мы тоже, на самом деле, очень давно думали, что нам надо сделать что-то совместное. И вот, наконец, онлайн дан нам такие возможности. Я, может быть, пару слов скажу, как и вы, о пресс-клубе вначале. Пресс-клуб – это площадка для профессионального сообщества тоже, только медийного. Не пиарщиков, а медийная. Наверное, главное отличие – это то, что мы, в общем-то, физическая площадка. То есть у нас есть свое пространство в центре Минска, на котором мы проходили самые различные ивенты для сообщества. И на котором должна была вот уже сейчас начаться, работать Академия пресс-клуба. Ну, произошло то, что произошло. Может, коллеги меня поправят. Когда мы с вами стали думать о том, что нам необходимо переходить на удаленку, очень рано. Потому что именно в силу того, что мы физическая площадка, и у нас на ивенты приходят, ну, иногда это бывает 100 плюс людей. И мы понимали, как только мы осознали, что происходит и что надвигается, мы поняли, что мы можем стать просто местом для распространения инфекции. Вот. То есть у нас в этом смысле было больше даже причин думать об этом очень рано. Мы так и сделали. Кто-нибудь помнит, коллеги, как… Нет, да. 16 марта мы провели последний день планерок по всем нашим проектам. Целый день мы планировали, как и что, разбивались на группы и все остальное. То есть 17 марта мы полностью ушли на удаленку. Да, совершенно верно. А последние ивенты, наверное, были наши в первых числах марта. Это вот, по-моему, открытие выставки. Это было где-то один из последних наших ивентов. Это было непростое решение, потому что у нас… Именно потому что мы физическая площадка к нам привыкли приходить, наше сообщество, на всевозможные ивенты. Мы, конечно, стрессовали немножечко, но мы решили попробовать. Но подробнее об этом расскажет Алла чуть позже. А я попробую ответить на вопрос Ирины, что в целом у нас происходит. Происходит ли у нас какое-то снижение активности? Нет, не происходит. Оно происходит даже увеличение. Мы стали делать больше ивентов, потому что раньше нам нужно было, например, если нам нужен американский или британский спикер, ну, вы представляете, да, сколько это работы логистической, чтобы его привести. Логистическая работа остается, но вести не надо. Следовательно, у нас несколько больше возможностей сейчас, чтобы проводить ивенты. У нас, как и, наверное, сейчас все медиа ощутили на себе рост аудитории, у нас сейчас то же самое происходит на двух наших сайтах. У нас есть сайт пресс-клуба, и очень важно, наверное, что мы сейчас стали делать намного больше контента, чем раньше. То есть, если раньше наш контент на сайте пресс-клуба, это в основном был контент с наших ивентов, то сейчас мы делаем много дополнительного контента. Вот Наталья, спасибо ей большое, она такую новую струю нам принесла, и этот контент приводит людей. Мы каждый раз видим, Наташа, ты будешь рассказывать, планируешь про контент пресс-клуба? Тогда я не буду подробнее останавливаться, скажу только, что это привело нам дополнительных посетителей. Но у нас есть еще большущий проект, который называется MediaIQ, это проект по медиаграмотности. Этот проект, он был реализован полностью в онлайне и так. Так, у нас работает группа мониторщиков, мы мониторим белорусские медиа, мы мониторим на предмет соблюдения журналистских стандартов, на наличие манипуляции и пропаганды, и отслеживаем российскую повестку белорусских медиа. Сейчас добавилась еще выборная повестка. Это огромный блок работы. У нас есть авторы, аналитики, которые пишут отчеты, доклады, аналитику на основе данных этого мониторинга. Эпидемия, пандемия, вернее, сделала это все еще более актуально, потому что, вот я последние цифры, в общем, больше 50 сейчас материалов, процентов материалов, в которых есть манипуляция и пропаганда, это материалы про коронавирус. Во-первых, объема стало гораздо больше материалов, которые нам сейчас приходится мониторить. Во-вторых, тема коронавируса – это, конечно, очень такой большой объем, и там происходит много манипуляций. Но это отдельная тема разговора, наверное, это не наша сегодняшняя тема, но просто там, на сайте нашей медиа-айкю, а также в нашей гражданской компании, которую мы проводим через социальные сети, через ВКонтакте, через Facebook, там у нас тоже идет рост аудитории. Недавно мы, например, проводили конкурс среди региональных пабликов именно на предмет медиаграмотности «Понимай, знай, что ты читаешь», который тоже привел нам дополнительную аудиторию. Это был очень интересный опыт. Как вы видите, вы, наверное, успели заметить, то есть пресс-клуб – это сразу много всего. То есть это онлайн-ивенты в самых разных форматах. Это проект «Медиа-айкю», проект по медиаграмотности, который тоже сложно составной, потому что кроме мониторинга, о котором я вам рассказала, кроме гражданской компании, о которой я вам уже рассказала, у нас есть еще, например, школа для старшеклассников по медиа-айкю, где ребята делают свои проекты. И есть детская редакция «Медиа-айкю Тинс», где ребята делают свой контент по медиаграмотности для своей же аудитории. У нас есть академия, которую вот мы сейчас готовили, готовились запустить в оффлайне, но были вынуждены запустить в онлайне, о чем расскажет позже Сережа. Это еще один наш проект. Ну, то есть, как вы видите, у нас очень много всего. Конечно, у нас стал вопрос, а как теперь всем этим управлять? И тут я перейду на ответ, на вопрос, который вы задали, про инструменты. На самом деле, все просто, мы не изобретали ничего. У нас есть два основных, три основных инструмента. Первый инструмент — это Trello. Trello — это программа управления проектами. На каждый проект есть отдельная доска. Есть доска по медиа-айкю, есть доска по ивентам, есть доски административные, есть доска сайт пресс-клуба, есть доска работы с сообществом и так далее. Каждый координатор, он ведет свою доску, он назначает задачи, он отмечает то, что сделано, отмечает сроки. И, естественно, поэтому мы видим все, мы видим загрузку всех. Этот инструмент позволил нам достаточно эффективно управлять онлайн. Я лично им довольна, не знаю, как коллеги, но мне очень нравится. Мне, как руководителю, это позволяет видеть картину целом и загрузку людей. Второй наш инструмент — это Slack, куда мы перевели всю коммуникацию. Мы тоже очень давно это собирались сделать, но тут нас пандемия пнула, потому что раньше мы, честно говоря, просто коммуницировали, ну, больше вживую, плюс группа в Facebook нам была достаточно. Сейчас же у нас есть Slack, он очень четко сегментирован тоже по коридорам, коммуникации, чтобы не нагружать лишним всех людей, чтобы можно было коммуницировать в рамках, не загружая всех. И третий наш инструмент — это Zoom, который у нас куплен, профессиональная версия, и не один, а целых три, потому что нам нужен Zoom и для внутренней коммуникации, для наших многочисленных ивентов, для партнерских ивентов, которых у нас становится все больше, и также для Академии. Поэтому живая коммуникация происходит через Zoom. Управление, кроме Trello, происходит через Zoom-планерки. Каждый понедельник у нас общая Zoom-планерка, куда собираются все-все-все-все-все, где мы проговариваем, что было сделано на прошлой неделе, какие планы на эту, и делаем аналитику, что происходит на наших сайтах и площадках в соцсетях. Дальше происходят еще Zoom-планерки, но уже отдельные по направлениям. Редакция пресс-клуба делает свою планерку, редакция Media IQ делает свою планерку, и всевозможные ситуативы. Отдельная планерка у нас по Академии, по вторникам, плюс ситуативные планерки. Для меня лично это немножко такая трагедия, потому что раньше у меня менеджмент, например, где-то занимал процентов 70, но процентов 30 у меня оставалось на другое, на какую-то аналитическую работу. сейчас у меня где-то 150 процентов время принимает менеджмент. И еще одно последствие, мне даже сели голосовые связки, я их до сих пор не могу толком восстановить, слишком много говорю. Скажите, пожалуйста, на что я не ответила? А, вот, еще я не ответила вот на что. Несмотря на то, что у нас так много, мы, конечно, думаем про развитие. Мы очень хорошо понимаем, что пандемия пройдет раньше или позже. Надо набраться терпения, надо не терять связь с сообществом, и понимаем, что как только она пройдет, живое общение по нашим прогнозам станет еще более ценным. И мы работаем, мы прорабатываем сейчас новые проекты. Но у меня есть немножечко такое суверие. Я не уверена, что я вот готова вот сейчас много говорить. Я только могу сказать, что мы очень серьезно прорабатываем, как мы будем работать в регионах, как нам идти дальше в регионы. Расскажи про новое пространство. Да, да, да. Я вот как раз к нему веду, что у нас есть еще один вызов. Как раз в этот момент, когда все произошло, мы начали делать ремонт в нашем новом пространстве. Почему мы пришли к тому, что нам нужно новое пространство? Потому что нам уже было очень тесно в старом. И это не только физическая теснота, с нашим старым пространством, были еще большие проблемы с инклюзией. Потому что это шестой этаж, без лифта, с запутанными коридорами. Он, конечно, классный. Мы его очень любили, наш прежний пресс-клуб. Но все, его уже нет. Пресс-клуба в том месте уже нет. Не знаю, снял его кто-то другой или не снял. Мы уже не следили. Мы доделываем ремонт в нашем новом пространстве. Нет хода без добра. Пандемия дала нам возможность доделать его, так сказать, со вкусом, не торопясь. Вместо того, чтобы что-то было скомканно, мы сейчас прорабатываем детали. Сейчас мы уже находимся в стадии внешней отделки. Прописываем миссию на стене. Там будет учебный класс, там будет большое пространство для ивентов, там будет ланг-зона, где можно будет выпить кофе, пообщаться и даже провести какие-то небольшие встречи именно за кофе на диванах, а за кофейной стойкой. То есть такое зонированное пространство. Обязательно будем рады вас пригласить, как только появится такая возможность. Спасибо. Спасибо большое. Наташа, а я могу вопросы сейчас задавать? Да, ты можешь по ходу задавать, конечно же, вопросы. У меня вот к вам, Юля, уточнение. Вы сказали про ваши планы, они действительно большие и с новыми проектами, и с увеличением контента. Как-то вы планируете штат увеличивать? Мы сегодня можем говорить, что пресс-клуб ищет новых людей в команду? Смотрите, да, мы всегда ищем, мы всегда перманентно находимся в состоянии поиска новых людей. У нас сама система устроена так, что иногда, конечно, мы ищем под конкретные задачи. Иногда бывает, что даже когда нет конкретных задач, но к нам приходит человек, а мы видим, что он наш, то мы находим для него задачи, и он начинает с нами сотрудничать. Поэтому, да, мы всегда находимся в поиске. У нас есть большие требования, на самом деле, к членам команды, потому что пресс-клуб — это команда очень миссийная. Это команда миссийная, и мы ищем, конечно, людей, которые сочетают в себе миссию и высокие квалификации. Это очень здорово. Спасибо большое. И сейчас, думаю, самое время, чтобы Алла все-таки раскрыла больше, рассказала про наши онлайн-ивенты, потому что, естественно, их стало больше, они стали не менее разнообразными, как были раньше. Алла, пожалуйста, тебе слово расскажи. Я постараюсь, на самом деле, очень много чего есть рассказать, и такие большие глаза, с чего начать. И о чем? На самом деле, да, действительно, у нас все наши регулярные форматы — это офлайн, как уже говорила Юлия, это лекции, это открытые летучки, это медиатоки, это всякого рода дискуссии, там, пресс-конференции, это все живьем должно проходить. И тут мы, значит, погружаемся в мир онлайна. И, конечно, ну, не знаю, у нас такая корпоративная культура, что мы с таким щенячьим задором начинаем какие-то сложности сразу смотреть. А есть ли там что-то хорошее? Да, хорошее мы там, конечно, нашли, кроме того, что не нужно привозить, собственно, спикеров. Там те же, например, мои медиатоки, они расширили свою географию. У нас смогли участвовать люди из Лондона, из Праги, из Москвы. И это значительно как бы дает больше возможностей с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать эти онлайн-дискуссии еще более дискуссийными, потому что мы видим, что приходят журналисты, задают в чате вопросы. Опять же, наш вызов в том, что на самом деле онлайн-ивенты вроде как открыты, но мы не всегда знаем, кто приходит их послушать, поэтому есть какое-то разумное желание оградить всех от зум-бомбинга, и поэтому часть людей является участниками непосредственной дискуссии, часть людей могут задавать вопросы в чат. Но в то же время у нас сохраняются какие-то форматы, где все люди участвуют в дискуссии. Например, экспертно-аналитический клуб. Вот один из них прошел вчера. И это очень хороший формат, когда каждый может спросить, взять слово, дать реплику. Я думаю, что будем работать больше в таком направлении, чтобы каждый мог чуть-чуть больше участвовать, насколько позволяет техника. Мы столкнулись с такими вещами, что к нам стали приходить наши партнеры. И только мы вот сами начали переходить в онлайн, и менеджери то все большое, что есть, и тут к нам начали обращаться люди. Мы уже провели несколько онлайн-встреч с американскими кино-бокументалистами. Наташа моделировала прекрасно эти дискуссии. И сейчас мы готовим, вот буквально в конце мая, будет первая из серий совместных с ООН таких онлайн-токов, онлайн-встреч на тему положения уязвимых групп в педагогене. И эти встречи будут, мы надеемся, проходить каждую неделю в дальнейшем. Сейчас еще другие тематики согласовываются. Мы очень рады, что к нам приходят наши и прежние, и новые партнеры. На самом деле это очень здорово. Я, наверное, дополню и потом еще... Да, про английский язык. Юлия, да? Тебя звук выключен. Вот, на самом деле, совместно с посольством США сейчас каждый вторник белорусские журналисты имеют возможность заниматься английским языком с классным преподавателем. Есть группа, на самом деле, есть еще какие-то, да, наверное, Алина потом сможет, как менеджер этого проекта, подробнее, может быть, пару слов сказать, что мы набирали людей, журналистов, кто хочет подтянуть свой английский, потому что, конечно, сейчас самое время, да, чему-то научиться дополнительно. Хотя мы хотели этот же клуб делать, опять же, в офлайн, да? Юлия, ты хотела добавить? Я как раз хотела сказать про английский, думала, что мы про него забыли. Это такой не просто английский, а специальный курс английский для журналистов, да. Да, там, где они... Мы делаем с американским посольством вместе. Делать спичи, то есть на основе курсера, по-моему, да, курса. И, ну, в общем, там это тоже индивидуальная работа в онлайн. Я не буду на этом останавливаться. Если интересно, потом Алина может продолжить эту линию. Что я хотела сказать, это то, что перед тем, как мы вот в марте, в середине марта ушли из нашего пространства и стали работать по квартирам, получилось, что как раз в этот период мы собирались запускать еще несколько наших больших проектов. Один из них — это подкасты. То есть они бы выходили все равно в это же время, но что изменилось? Изменилось то, что просто они стали выходить в немного более неудобное время для того, чтобы менеджерить новый проект. Вот, поэтому, да, уходит немного больше времени на индивидуальную коммуникацию, на общую коммуникацию, на коммуникацию по группам. Потом мы научились эти же подкасты записывать онлайн. Да, мы посмотрели, что… Раньше пришлось бы встречаться, а сейчас мы записываем их онлайн. Мы подсмотрели, что да, действительно, это делает Медуза. Навыки нам точно пригодятся. Да, чем мы хуже, чем Медуза, и решили, что почему бы и да. И, в общем, уже у нас есть несколько подкастов, которые были записаны онлайн. Подробнее про подкасты расскажет продюсер этого направления Наташа. Вот, на самом деле, мы планировали и думали про подкасты очень давно. Год назад мы сделали пробные выпуски, посмотрели, что нам это интересно, но у нас не было человеческого ресурса. Потом у нас появилось несколько новых работников. Мы видели, что все хотят делать подкасты. В итоге в команде мы распределили, кто какой подкаст будет делать. Ну и вот получилось, что мы в апреле или в марте у нас, я уже не помню, когда самый первый. 23 марта вышел первый наш подкаст. 23 марта. Юлия, я хотела еще добавить. Наверное, не рассказала про еще один наш большой проект, который мы сейчас готовим. В принципе, это будет, наверное, очень неплохо для сообщества. Мы сейчас переделываем сайт. Я еще не дошла просто. А, ты будешь про это говорить? Да, извини, пожалуйста. Нет, нет, все в порядке. На самом деле, это то, что еще занимает большой блок внутри головы и сердца. На самом деле, мы сейчас у нас сайт такой хорошо посещаемый. Я хотела начать с того, что, да, действительно, мы стали делать больше контента. А это связано, опять же, с тем, что у нас увеличилось количество людей, которые работают в пресс-клубе, чему я очень рада. Это, конечно, всегда вызов, потому что ты вынужден, как менеджер, работать с новыми людьми в онлайн, в каком-то таком другом совершальном формате. Да, действительно, голос страдает из связки, забирает менеджеринг намного больше времени. Вот, ну, что классно, у нас появился новый контент. Мы пристреливаемся, как мы будем заполнять наш новый сайт. Но, несмотря на то, что сейчас у нас актуальный сайт с таким еще прежним дизайном, все равно мы замечаем, как увеличивать посещаемость. Раньше у нас были пики во время понедельничьей рассылки, у нас авторская рассылка каждый понедельник. Вот, а сейчас у нас, в принципе, стабильная, хорошая посещаемость каждый будний день. Вот, у нас растет количество подписчиков, у нас развивается Телеграм, у нас редактор соцсетей занимается активным продвижением. Вот, что касается подкастов, об этом расскажет отдельно Наташа, у нас четыре разновидности. Вот, мы будем продолжать это направление, на самом деле, я думаю, что по осени уже будет очень много всего, и осенью у нас будет новый сайт запущен. Новый сайт — это, в принципе, большой подарок для наших пользователей, потому что он должен быть очень удобным, и самое важное и крутое, и главное, что там появится обзывательная платформа. Она уже, мы можем слить название, Юля, да? Она будет… нет, нет, не будем, хорошо. Нет, пока не будем. Пока не будем, там будет внедрена образовательная платформа, где каждый журналист может найти какие-то материалы для себя, чтобы повысить свои профессиональные навыки. Вот, и на самом деле там… А давайте я расскажу, как родилась эта идея, этой платформы, потому что это, по-моему, безумно… Конечно. Мы с 2012 года делали встречи со спикерами, открытые лекции, и всё это мы всегда записывали, то есть у нас всегда был видеопродакшн, и у нас есть и видеоизмок. И мы начали работать с сайтом, мы поняли, что, ну, условно говоря, вот у нас была Катя Горчинская в 13-м или в 14-м году. Она рассказывала про стандарты западной журналистики. И эта лекция, ну, она прекрасна, она просто прекрасна. И получается, что, ну, вот она уходит вглубь и уходит. А на самом деле это нужный и востребованный контент, и время от времени он каким-то образом опять выстреливает, опять всплывает, и мы видим, ага, Катя Горчинская опять пошла играть. Это я просто пример, это украинская журналистка, она работала на много зарубежных издательских домов, в громадском ТВ и так далее. И мы поняли, что такого контента у нас очень много. И сейчас мы занимаемся его переупаковкой, он будет мультимедийный, его можно будет потреблять в том формате, в котором удобно. Можно будет смотреть полное видео, может быть, слушать как подкасты, можно будет смотреть, искать нужные там короткие кусочки по темам, которые тебе нужны, можно будет читать конспекты. То есть это такой мультимедийный, профессиональный конспект с очень хорошей системой навигации. Я надеюсь, что нам удастся ее разработать. Мы сейчас над этим работаем. Очень здорово, много проектов. А неформальная жизнь в пресс-клубе осталась? Очень мало, на самом деле, очень мало неформальной. Ну а зум-вечеринка наша. Ну, хотелось бы, чтобы это было почаще зум-вечеринка. Знаешь, с чем мы столкнулись, Ирин? Мы сделали зум-вечеринку, все хотели. Но все так ухайдокались от этого онлайна, что опять вечеринка в онлайне. Очень тяжело. На самом деле, мы показали... Я даже не знаю, был ли это очень положительный опыт. Трудно сказать. Нет, ты знаешь, нормально. Мы показали своих домашних животных друг друга. Да, все позвали своих питомцев. Мы сделали также пост. Мы поняли, что домашние животные – это уже учуточные члены команды, наши новые работники, которые немножко мешают, немножко помогают. Вот, мы сделали такой сейчас первый пост, выбросили наших новых сотрудников в соцсети. Да, да, я видела. Вот, ну и будем продолжать такое. У нас есть также такие шутливые посты для нашего комьюнити. Наши будем тоже продолжать скрины рабочих переписок, потому что в удаленке иногда уровень взаимопонимания просто зашкаливает. Это иногда будет очень смешным. Новый экспириенс на всех этапах, да? Ну, что хорошо, вот вы можете посмотреть, что хорошо. Вот мой офис, я поставила баннер, и я в пресс-клубе. Наверное, для меня это одно из преимуществ на самом деле, но вот Сергей едет в машине. Ну, это очень круто. Я хотела спросить, вы в офисе или нет? Потому что баннер, я вижу, у вас всегда, когда происходит в вашу программу. Ну, на самом деле, это наше брендирование, и не хочется, хочется проводить какие-то регулярные форматы, чтобы было видно, что да, мы здесь, мы с вами, мы не сидим на кухне, мы все-таки работаем. И хочется как-то показать, что пресс-клуб, он присутствует в онлайне в виде пресс-клуба. Вот, поэтому, да. Я знаю много историй, когда компании переходили на удаленки, и чтобы вот эту вот не потерять обстановку, перевозили что-то с работы. Ну, вот там кто-то какие-то картины, которые над столом висели, кто-то что-то еще. Ну, то есть такие вот маленькие компоненты, которые все-таки позволяли не уйти из этой вот атмосферы рабочей. Спасибо. Все-таки, как начала Алла рассказывать про подкасты, я, как продюсер подкастов, немножко про них более подробно расскажу. На самом деле, можно сказать, тоже большое спасибо пандемии за наш активный старт с подкастами. У нас говорят, ну, наверное, пора, как говорил Винни-Пух. И да, вот 23 марта мы стартовали, и у нас на самом деле, как Алла уже отметила, очень разнообразные. У нас, получается, четыре как бы подканала в подкастах. Один — это лекции, топовые эксперты рассказывают. Второй — это интервью с медиаперсонами, как белорусскими, так и зарубежными. Третий у нас — это медиавозможности. У нас называется «Пресс Фьюча». И четвертое — мы решили, что на самом деле у Беларуси не менее богатая история медийная, и мы решили создать еще «Пресс Тейлз». То есть это истории смешные, не очень смешные, то, что связано с белорусскими медиа, как они развивались, а также это личные истории самих журналистов, редакторов. То есть очень много действительно интересного и полезного, которое будет увлекательно не только для узкой аудитории журналистов, но, мне кажется, это будет интересно и пиарщикам, и не только все, кто так или иначе соприкасается с медиа. Да, и на сегодня мы уже есть. Эта платформа основная — это SoundCloud, Яндекс.Музыка, iTunes и ВКонтакте. И надеюсь, что в мае мы уже выйдем и в Google подкасты. То есть нас можно на разных платформах слушать. И на сайте у нас в «Пресс-клубе» тоже отдельно есть раздел подкасты, там тоже можно все найти. В общем, это интересное направление, которым я тоже очень горжусь. И, наверное, сейчас мы очень много говорили про Академию «Пресс-клуба», поскольку действительно там есть что рассказать. И как буквально вчера у нас прошел первый тренинг, по тому слову передам Сергею Якупову, программному директору Академии «Пресс-клуба», он уже расскажет более подробно. Сергей. Да, да, спасибо. Ну что сказать, на самом деле мы приняли решение о том, что мы будем уходить в онлайн чуть позже, чем приняло решение. Было очень больное решение, честно скажу. Да, это было очень больное решение, потому что у нас на самом деле... Ну, это был очень серьезный челлендж для всей команды, причем не только команды организаторов, команды Академии, но и для тренеров тоже. Поскольку опыта чисто онлайнового образования, конечно, не так много у всех, что, наверное, странно, потому что интернет уже довольно развит, да, и в смысле образования тоже. Но, тем не менее, мы приняли это решение, где-то, наверное, в начале апреля, в самом начале апреля, и с тех пор, как говорили в одной рекламе, в этой деревне началась совсем другая жизнь. И, да, у нас пришлось, на самом деле, перестраивать не только собственную работу, но и всю программу обучения тоже. Поскольку она была рассчитана на живые, на многодневные курсы, например, курс Ленор Горалеки, курс Олеси Семенкова, он должен был продолжаться в течение шести дней. И у нас изначально было всего два блока. Был блок менеджмент и блок журналистики. И потом мы, когда приняли решение о том, что будем переходить в онлайн, нам просто переделась всю программу полностью целиком. Как мне кажется, сейчас наша программа стала более точечной. И вообще у нас в Академии одна из наших главных целей – это не дать пользователям, нашим студентам очередной набор лекций, а сделать так, чтобы все обучение было максимально практичным, максимально приближено к тем реалиям, в которых они работают на сегодняшний день. И мы ставим перед собой цель помогать решать какие-то насущные задачи. То есть не рассказывать в очередной раз о трендах современного медиа, а прямо вот говорить о том, что сейчас, чем точнее, сейчас уже можно пониматься, какие вещи можно делать, чтобы решать текущие задачи. Мы провели… Сереж, ты, наверное, не видишь моей руки. Сереж, ты, наверное, не видишь моей руки. Я вижу это в макре. Да, извини, пожалуйста. Можно я добавлю? Просто это важно в этот момент сказать. Извини, пожалуйста. Я хотела бы добавить в наше такое уникальное торговое предложение, если можно так выразиться, по Академии. Почему мы вообще этим занялись? Много тренингов есть у белорусских журналистов. Но есть одна наша большая боль, как у менеджера. Никто никогда не знает, какой тренинг на какую тему свалится на наши несчастные головы. Это на самом деле большая проблема. То есть все это как-то так очень несистемно. И редакции, и менеджеры никогда не могут планировать образование сотрудников, а сами люди медийные не могут собственное образование планировать. И вот Академия — это на самом деле такой уникальный проект для Беларуси. Если нам это все удастся, то это совершенно будет уникальный продукт, потому что наша программа долгосрочная, наши курсы будут возобновляться каждые полгода. И, наконец, и менеджеры, и медийщики получат возможность планирования. И мы все это собираемся делать с очень обратной связью, плотной, чтобы понимать, куда и как корректировать, быть гибкими, быстро отвечать на вызовы рынка. Вот то, что сказал Сергей — быть практичными, закрывать те ниши, где либо есть недостаток образования, как, например, в данный момент есть недостаток людей, которые бы занимались с коммерческими продажами в медиа. У нас есть этот курс, да? Либо это новые вызовы, которые мир медийный меняется с невероятной скоростью, и все время нужны какие-то новые компетенции. Вот это тоже наша задача. Все, Сереж, извини, пожалуйста, просто мне показалось, что важно в этот момент это сказать. Да, я об этом планировал тоже сказать, поэтому поддерживаю. Ничего страшного. И естественно, что вот эта вот вся эта история, которая со всем миром приключилась, она, конечно, тоже на нас очень повлияла, но я должен сказать, что и тренеры, и студенты, которые подписались на сегодняшний день на все наши программы, они отнеслись к этому, ну, я бы сказал, даже с энтузиазмом, потому что вот мы начали разговоры еще за кадром, когда говорили о количестве участников и о КПД этих участников. То есть, например, вчера у нас состоялся первое, старт первого курса или Норг Харалик про маркетинг, и из 55 заявившихся, 49 человек приняли участие. Это, конечно, очень довольный, это очень серьезный процент, потому что когда мы начали, когда мы думали о том, чтобы переходить в онлайн, одно из главных опасений было то, что нам нужно набирать какие-то огромные тысячи людей, из которых процента 3-2, по статистике той же курсеры, процента 3 в итоге соберется проходить все образование. Но, как выяснилось, по крайней мере на вчерашний день, это, конечно, не 3-2 процента, это процентов 97. Посмотрим, что будет дальше. У нас май весь расписан двумя тренерами, по большому счету, это Ленор и Олеся Герасименко. Олеся стартует сегодня со своим курсом, и с 1 июня у нас начинается блок менеджмента, который откроет Оксана Силантьева. Она будет рассказывать про стори-теллинг. Дальше в течение месяца у нас будет и монетизация, и дистрибуция контента. Мы, в общем, в итоге, когда разрабатывали программу, поняли, что есть несколько тем, которые поверхностно освещаются тренерами, к сожалению. Но при этом эти темы крайне важны. Это тема монетизации и тема дистрибуции контента. Поэтому на них мы сделали довольно серьезный акцент. И что сейчас сказать. Наша команда, те люди, которые занимают наши координаторы, работают с тренерами, с студентами, нам, конечно, пришлось очень сильно перестраивать свой собственный настрой, скажем так, потому что мы в течение двух месяцев готовились к оффлайну, и сейчас, в общем, пришлось делать все это в онлайн. Естественно, что мы перестроили и систему работы тоже свою внутри академии. Мы организовали, то есть у нас сейчас по вторникам проходят еженедельные планерки. Мы также работаем в трейл и в слэке. Как выяснилось, это, наверное, на сегодняшний день из тех, что мы попробовали, это, наверное, оптимальная система работы. Причем у каждой из этих систем есть своя определенная цель. То есть если слэк — это больше коммуникация, причем разделенная по потокам, как уже сказала Юли, то трейлы — это все-таки система управления. И что немаловажно, мы организовали для наших тренеров дополнительные, скажем так, образовательные программы, которые позволяют им... А ты про спринг сказал, я прослушала? Нет, еще, нет, еще. Я сейчас как раз к нему и веду. Мы организовали для наших тренеров дополнительные программы тоже по обучению, поскольку опыта проведения онлайн-мероприятий, онлайн-обучения не у всех достаточно. Мы провели сначала тренинг для тренеров по оффлайн-обучению. Буквально через две недели, через две-три недели пришлось начать думать о том, чтобы проводить тренинг для тренингов по онлайн-обучению. И вот мы провели мероприятие с Оксаной Сихлантьевой, сейчас второй курс ведет Эрик. Вот прямо сегодня уже будет второе занятие. То есть мы наших тренеров тоже активно готовим к онлайну, и нам кажется, что это очень серьезная инвестиция в будущее, поскольку, естественно, что не на 100% оффлайн заменят онлайн, а наоборот, у нас останутся, возможно, какие-то онлайновые программы, курсы, но самое, как мне кажется, важное, то, что нам пришлось это сделать в очень сжатые сроки и принимать очень серьезные решения довольно быстро. Можно я тут добавлю? Да. Можно я тут добавлю? Мне кажется, что вот еще, что очень важно. Когда мы говорим про онлайн-образование, там типа Курсера классическое, то это ведь означает, что люди идут и абсолютно самостоятельно проходят какие-то курсы. Так вот мы сначала думали, что мы будем пробовать пройти по этому пути, но потом поняли, что нам с ним не по пути. к этому не оказались готовы, не готовы ни наши тренеры приходить вот в такие чисто онлайновые форматы. В общем-то, не студенты, потому что 3% конверсии нас тоже не устраивает. И по сути, вот то, что мы сейчас делаем в онлайне, это такая смесь двух форм, офлайна и в онлайна, потому что мы, по сути, в онлайне будем имитировать часто офлайн занятия, это будут игровые занятия, какие-то совместные работы над проектами и так далее. То есть мы пытаемся взять все самое лучшее оттуда и оттуда и совместить это. То есть это такое время великих экспериментов. Мы решили, что сейчас все можно. Мы экспериментируем. Скажите, а... Да, и мы взяли все наши программы, которые мы делаем в онлайне, мы делаем на системе iSpring, которая, в общем, достаточно, как нам кажется, в полной мере отражает эту философию нашей академии, что мы не переходим в онлайн как интерактивные самостоятельные курсы, а делаем такое живое симбиоз любого обучения, интерактивного, чисто технологического. Естественно, что мы используем Zoom, Functional Comments, потому что основная часть всех курсов нашей программы, она построена в формате в хаббинар плюс домашнее задание. Это очень важный момент, потому что в онлайне довольно сложно людей мотивировать оставаться на связи, поэтому мы всем нашим тренерам предложили сделать такой обязательный формат, это формат домашнего задания и обсуждения с хаббинарами. Но домашка — это не домашка школьная, а это проекты, которые люди будут делать для своих медиа. Они придут к своей редакции и также в командах будут что-то решать. Я вот хотела дополнить, что сейчас, как одно из новых KPI, которые ставятся внутри проекта, это не количество приходящих, не количество выполненных домашних работ в онлайн-образовании, потому что одно дело мы пришли, просто послушали, а другое дело, когда сделали и отправили обратно свою домашнюю работу. — Совершенно верно, да. И в этом случае, я думаю, что, ну, посмотрим, конечно, но мне кажется, что эта технология, она позволит удержать внимание наших студентов в течение всех длительных курсов, потому что один курс, вот это же, например, Ленор и Олесе, это будет двухнедельная программа, и удержать внимание бы не так просто, как если бы там люди были в аудиториях, да, и общались с преподавателями. Вот. Ну, посмотрим, как нам кажется, мы учли, наверное, максимальное количество факторов для онлайн-образования, и теперь, в общем, ждем, насколько это максимальное количество оказалось на самом деле максимальным. И надеюсь, что уже, наверное, на настоящем деле будет понятно, насколько эффективно мы сработали. Но я, на самом деле, хотел бы сказать огромное спасибо пользуясь случаем нашей команде, которая, в общем, очень быстро перестроилась, и дальше будет Алина рассказывать про то, как мы выстраивали коммуникацию, и предваряя ее рассказ, я хочу сказать, что мы очень много вещей делали с колес. То есть мы часто придумывали одно сообщение, потом у себя обсуждали, выдумывали другое, третье. У нас было куча вариантов, не знаю, постов, стратегии развития, соцсетей, как публиковать, в каком виде общаться со студентами, как строить коммуникацию с тренерами. то есть это такой краш-курс, в общем-то, краш-курс кризисного менеджмента у нас был. Вот, и... Да, Юля, что еще? А ты без микрофона. Тебя не слышно. При этом хочу добавить, что команда была новая. То есть это была тоже сложная. Если пресс-клуб это уже сработанная команда со своими традициями, то команда Академии это вот такая очень новая, очень молодая команда. Мы, конечно, по максимуму делаем это все на базе пресс-клуба, используя возможности, но, тем не менее, это молодая, новая команда. И я хочу сказать, что я вот пока очень довольна, как все происходит у нас. И команда оказалась хорошей. Поглажу я себя по голове. Да. Потому что собрались мы практически все вместе. в конце февраля. Потом я вообще уехал на две недели. У меня была довольно сложная и долгая командировка. То есть все строилось. На самом деле даже когда еще не было принято решение о выведении Академии в онлайн на первый набор, мы очень часто и очень много работали как раз в онлайн-режиме. Вот. И что дальше? Дальше у нас оканчивается все в конце июня на наш первый набор, на нашу первую программу. И дальше мы будем думать о том, как выходить дальше в оффлайн осенью. Да, мы будем делать эвалюацию, будем смотреть, что было хорошо, что плохо, что надо поменять, добавить. И в чем еще преимущество начала говорить наша Академия в том, что мы достаточно гибкие. То есть мы не будем одну и ту же программу использовать несколько раз. И у нас будет возможность обязательно проводить ее переоценку, добавлять новых тренеров, новые технологии, новые темы в образовании. Кстати говоря, перед тем, как запустить Академию, мы провели медиаланч с руководителями крупнейших белорусских изданий. И они на самом деле попросили их в конце этого медиаланча написать какие-то сложности, какие-то проблемы, какие-то задачи, которые они хотели бы решить, но у них не хватает либо людей, либо навыков, либо знаний, либо технологий. И когда мы анализировали эти ответы, мы поняли, что действительно большую часть их мы уже учли при разработке программы. Тем, как разрабатывать, мы делали множество интервью и так далее. Можно я тут еще добавлю, Сереж, чем мы можем, наверное, гордиться. Одна из наших задач, в общем, у нас нет ни одного тренера, которого тренер. Все наши тренеры это работающие медийщики, это профессионалы в своей сфере. И наша задача скорее добавить им компетенции тренерских, что мы делаем, как Сергей рассказывал. И мы, конечно, много работаем с приглашенными тренерами, потому что есть какие-то, ну, где-то у нас просто не хватает своих компетенций, но мы стараемся делать все-таки упорно белорусских тренеров, и чтобы их было больше и больше подращивать их. Да, еще важный момент с этим связан, то, что мы планируем, что наши тренеры будут работать в паре с этими топ-тренерами из рубежья, и тем самым поднимать собственно какой-то объем навыков, объем знаний. То есть наша задача на самом деле не возить как раз каких-то хедлайнеров культивировать у себя вырастить хедлайнеров самим. Вырастить хедлайнеров самим, да, совершенно верно. Спасибо большое. Кратце все, да. Ира, у тебя еще есть вопрос? Нет, нет. Просто я думаю, что сейчас самое время передать слово Алине Крушинской, пиар-менеджеру Академии, которая, собственно, и расскажет, как же мы неровности превращали в гладкости. Алина, тебе слово. Да, спасибо. На самом деле, Сергей с Юлей уже много о чем сказали. Я тогда кратко, наверное, сосредоточусь на моментах, которые мне кажутся тут важными. И что касается внутренней коммуникации, мне кажется, то, что у нас была вот эта молодая новая команда, которая собралась за месяц до того, как пресс-клуб ушел на карантин и в онлайн, это в каком-то смысле, конечно, сыграло нам на руку, потому что нам, наверное, не пришлось преодолевать какой-то, не знаю, инертности или каких-то устоявшихся уже процессов, не пришлось их перестраивать, потому что, да, как Сергей сказал, у нас изначально был слэг, в котором мы много что обсуждали, у нас не было такого офиса, в котором мы постоянно работали, то есть многие вопросы уже решались онлайн. А что касается внешней коммуникации, то здесь мы тоже были в выигрышном положении, потому что это был новый проект, но при этом у нас были все мощные ресурсы, которыми обладает пресс-клуб коммуникационный, это и рассылка на несколько тысяч подписчиков, это социальные сети с большим количеством подписчиков, это сайт, который активно посещается, обновляется, и для того, чтобы распространять информацию о новом проекте, по сути, рассказывать о нем, мы задействовали все эти ресурсы, и это, конечно, очень нам помогло. Сложность большая была с тем, чтобы привлечь заявки, привлечь аудиторию на том этапе, пока было не очень понятно, все-таки мы будем в онлайне или в оффлайне, когда именно стартанут курсы, и в условиях такой неопределенности люди, конечно, не очень охотно подавали заявки, но как только Юля с Сергеем приняли это решение, мы увидели сразу большой скачок и большой рост, и наверное, еще такая сложность была в том, что конечно же в это время появилось очень много образовательных возможностей, и была задача как-то рассказать о том, в чем прелести и сила именно нашей академии, и мы тогда решили сформулировать такое простое и понятное сообщение, в чем в принципе бонусы дистанционного образования, потому что много, наверное, какого-то скепсиса, недоверия, может быть, по поводу этого формата, и ну да, мы сосредоточились на том, чтобы рассказывать о том, какие есть плюсы, и как они будут реализованы в рамках дистанционного обучения в академии, и прежде всего это акцент на том, что должна быть повышенная мотивация, скажем так, у участников, у слушателей, у самих студентов, потому что это не привычный всем уютный и комфортный формат недельных или трехдневных тренингов, когда иногда они проходят за городом, и это такое образование, совмещенное с ретритом своего рода, в котором можно комфортно отвлечься от повседневности, от работы, и вот только там заниматься и общаться. С другой стороны, я бы сказала, вот да, меня просили немножко рассказать про то, как проходят курсы английского для журналистов. Я вижу, что этот формат, онлайн-формат, он работает и в пользу тоже мотивации, потому что, скажем, из-за того, что в группе очень разные по уровню владения языка студенты, некоторые сразу себя почувствовали не очень комфортно, засомневались, а стоит ли мне дальше заниматься, и преподаватель их как-то отдельно мотивировало, и я думаю, что если бы это были какие-то занятия, на которые нужно было бы ехать, то, скорее всего, половина бы быстрее отвалилась, а так, это, типа, почему бы не включить и не попытаться еще разок, и так, шаг за шагом этот процесс двигается. Какая еще особенность онлайна и дистанта, это свобода, в том плане, что, опять же, нету конкретного временного отрезка, конкретного пространства, в которое тебя закрывают и ты учишься, все участники могут сами более-менее выбирать из разных смысловых модулей, это вот то, о чем Сергей говорил, что программы образовательные были перестроены таким образом, чтобы можно было более-менее свободно между разными частями, курсами перемещаться, то есть, если кто-то чувствует, что он уже знает какую-то базу, например, то он может ее не изучать, не проходить и сосредоточиться на каких-то более практичных инструментах, которые он хотел бы изучить. Вот, ну и это, конечно, разнообразие форматов, это не... Мы тоже старались донести до нашей аудитории, что наш онлайн это не просто вебинар, и не просто будет говорящего преподавателя, и там какая-то домашка, это действительно разные интерактивные форматы, тесты, карты, пичи, и... Наверное, это с большого все, о чем я хотела говорить. Спасибо большое, Алина. Ира, есть ли какие-то у тебя еще вопросы? У меня, наверное, вопросов больше нет, я благодарю вас, потому что очень интересно, это действительно уникальный опыт, и очень здорово, что это озвучили вы все, да, потому что это можно брать и делать, я думаю, что здесь вне зависимости от отрасли компании, какие-то шаги, какие-то идеи можно применять на себя, и я вот пока вас слушала, я здесь делала себе пометки, что я выделила, что сегодняшняя ситуация, пандемия, да, это в первую очередь, конечно, мы применяем свои профессиональные компетенции, но это в первую очередь гибкость должна быть, это скорость, это незашоренность взгляда, это действие без границ, и я написала, что желание экспериментировать, потому что все то, что мы обычно 10 раз подумаем, а надо ли подстрахуемся, а может быть, там перенесем на когда-то, потому что вроде и так все хорошо, то сейчас, наверное, настал тот период, когда вот это вот все надо отбросить, надо просто брать и делать, и пробовать, экспериментировать, ни в коем случае не бояться, только идти вперед, потому что тем самым мы будем отстраиваться от конкурентов, тем самым мы будем избегать какие-то стереотипы, которые у нас сложились тогда в другой жизни, да, в прошлой жизни, вот, но я думаю, что с новым бэкграундом нам легче будет выходить в новый сезон, да, когда это чуть-чуть утихнет, когда у нас будет уже попроще выходить на улицу и будет другое настроение, мы, наверное, будем другими уже профессионалами другого уровня. Я вам очень благодарна, спасибо большое, я с удовольствием подключусь и буду инициировать новые какие-то совместные проекты, потому что это очень интересно, спасибо. Ира, спасибо большое, я хотела добавить, что... Спасибо. Да, добавить то, что ты как раз перечислила, вот, я для себя ответила, на самом деле, с улыбкой, что все вот эти качества, они как раз, это свойства команды пресс-клуба, вот, и гибкость, и желание экспериментировать, и все остальное, я бы здесь еще бы добавила, наверное, один пункт, который у нас в команде есть, это желание дополнительно мотивировать друг друга в команде, давать какой-то энергетический импульс своим коллегам для того, чтобы потом получить и результат, и, опять же, отдачу для себя, то есть, это особые такие связи, наверное, Юля бы сказала, как в стартапе, да, то есть, это корпоративная культура, которая нам, в принципе, наверное, нам помогает в это время, то есть, то, что ты перечислила сейчас вот эти все пункты, они у нас были и до онлайна, вот, поэтому нам было, конечно, стрессово, но, по-моему, мы справляемся благодаря этому. Юля, вы еще что-то хотели добавить? Нет, только поблагодарить Ирину за такую инициативу. Спасибо. И я надеюсь, что будем встречаться и в онлайне, и в оффлайне. Обязательно. Мне вообще кажется, очень важно, Сергей. Да, мне вообще кажется, очень важно, что между двумя этими направлениями коммуникации, шепериналистики, пиар налаживаются такие отношения по-партнерски, когда мы можем разговаривать, потому что у меня был такой, ну, до какого-то момента был такой стереотип о том, что журналистики, пиар, ну, во-первых, они решают совершенно противоположные задачи, вот, и точки соприкосновения здесь очень маленькие и очень такие взаимовыгодные что-то такого сделать. И даже не взаимовыгодно, а попытки использовать друг друга. Но вот подобные разговоры, мне не кажется, они нас приближают, и я думаю, что это в том числе и заслуга, то есть ситуация, в которой мы сейчас находимся, потому что у всех однако условия довольно сложные, и поэтому очень здорово, что мы разговариваем на одном языке и имеем возможность обменяться опытом, вдохновением даже друг другу. это мне кажется очень важно. Спасибо. Поэтому спасибо. Юлия, да, Юлия. На самом деле просто сразу сходу у меня такое дело быстрое. Хотела предложить два формата, которые можно сделать в дальнейшем, чтобы, наверное, озвучивать здесь просто, чтобы не забыть. Во-первых, у нас есть такой классный формат медиазавтраков, это именно когда мы собираем две среды и пробуем найти между ними взаимопонимание, понять, какие есть сложности и так далее. Мы так делали там медиа, IT, да, медиа и НГО. На самом деле медиа и пиарщики это тоже достойно, можно будет подумать и сделать в будущем такой медиазавтрак. Ну и можно просто закатить грандиозную совместную вечеринку, чтобы перезнакомиться. Очень здорово, я поддерживаю. Мы со своей стороны в пиар-клубе делали подобные встречи с медиа, мы находили общий доступ, общий контакт, кого что нравится, эти топ-5, что нравится журналисту и топ-5, что не нравится журналисту, да, ну это такие вот шутливые темы, но мы проводили и с главными редакторами, и со спецкорами, и с блогерами, говорили и про контент, что интересует, да, сейчас мы пытаемся общаться со всеми медиа, чтобы они озвучивали свои новые требования, да, к нам, поставщикам информации, поэтому я только за, спасибо, будем работать в этом направлении. Я еще хочу сказать... Ира, Ира, слово. Я хочу сказать, Наташа, спасибо огромное, я вот когда озвучила предложение, максимально быстро была ваша реакция, положительная, ты наш, это прекрасный мостик, который нас соединил. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Да, тогда мы завершаем нашу встречу, Ира, еще раз большое спасибо за инициативу, остаемся на связи. Спасибо, пока. Приятно было познакомиться, счастливо. Взаимно, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,